Нижневартовск С начала, ну с конца, вернее, 99-го года, 2000-го Улица эта названа в честь нашей местной писательной Маргариты Анисимковой Вот как бы получается тупиковая улица, вот заканчивается вот третьим домом Когда кто-то в городе спрашивает, ну так где вы живете, адрес И говорит, что Маргарита Анисимкова, очень жалко, конечно, что не все знают А кто такая, спрашивают, ну как вы не знаете Маргариту Анисимкова Это же наша писательница, хорошая женщина была, потому что очень было приятно даже с ней Постоять даже рядом Я-то отхватил ее любовью по полной, потому что в самом лучшем варианте То есть она и уроками со мной занималась, и когда надо, и погоняла бы А вот, она меня часто брала с собой в командировки какие-то творческие Улица Анисимковой появилась в Нижневартовске в 1995 году Что интересно, еще при жизни писательницы Маргарита Кузьминична лично принесла адресную табличку хозяевам первого дома, семье Шахбановых Меня самого не было, когда фотографировали, я еще в школе был, наверное Но фотографии у нас остались, они уже сколько хранят, лет 18 И вот эта табличка, которая она принесла Она сама нам принесла, получается, с названием Лучшим подарком на новоселье стали книги, в которых Маргарита Анисимкова, помимо своего автографа, оставила теплые пожелания для всей семьи Уважаемый Шахбанов, на добрую память С пожеланием вам здоровья, счастья, благополучия, ваша Маргарита Анисимкова Уважаемая семья Айсаевых, от хозяйки книги и улицы, на которой вы всегда выстроили свой дом Будьте в нем счастливы, пусть будет в нем всегда тепло и полно достатка Ваша Маргарита Анисимкова, октябрь 2000 Маргарита Кузьминична родилась 20 апреля 1928 года в городе Ивдали Свердловской области Здесь же вышла ее первая книга «Мансийские сказы» Сборник был отмечен специальным дипломом лондонской книжной ярмарки В 1963 году переехала в Югру и уже здесь продолжила литературные изыскания Интересовалась жизнью коренных народов севера, часто бывала на стойбищах Без ее исторических романов, ваули, эхо, мангазея трудно представить прошлое Сибири Маргарита Кузьминична, когда писала свои произведения, она очень кропотливо к этому труду относилась Допустим, ее исторический роман «Налить» она писала 20 лет В ауле она писала 10 лет Она очень много работала в архивах, работала в библиотеках Она приходила в библиотеки, здесь проходили презентации ее книг Она встречалась с читателями В 2014 году Центральной городской библиотеке присвоили имя Маргариты Анисимковой За свой литературный труд писательница не раз становилась лауреатом окружных и международных премий Ее заслуги отмечены государственными наградами Медалью за доблестный труд в Великой Отечественной войне Знаком Министерства культуры Российской Федерации за достижения в культуре Также Маргарита Кузьминична была удостоена звания почетный гражданин города Нижневартовска Что касается самой улицы Анисимковой, то она растет и развивается Под стать творчеству хозяйки неспешно и основательно Потихоньку на участках вырастают дома и появляются новые жильцы Всего на улице Анисимковой выделено под застройку 11 участков Однако построено только 7 домов, но строительство на этой улице продолжается